Дорогие друзья, я в городе Леонторе, в городе, где... Можно вас на секундочку? Вы не скажете, за кого вы голосовали? Я в городе Леонторе, где три дня назад проходили выборы, и в результате вот этих выборов выиграл кандидат от Единой России с тремя тысячей голосами в городе, где живут 40 тысяч населения. И тут я смотрю в комментариях или там в видеороликах, в группах из города Леонторе, пишут, что тут лужа, невозможно ходить, невозможно бегать. Смотрите, что делается. Вот кучка снега, вот, собирают снег, снег, вот, смотрите, везде, куда смотрим, везде снег. Вот, типа они дороги, дворы чистят, они ни черта не чистят, вот, тем не менее. Вот, куда ни смотри, вот такие кучи, это я только в один двор заехал, в один двор, вот вижу, вот такой, вот так, в кучке снега. Вот пройдем, вот соседний двор пройдем, и мы увидим, как это. Я, насколько помню, что перед выборами, вот это кандидат от Единой России, Лусенко, директор школы, да, учитель, каждый день возле трактора фотографировался. Он был кандидатом, он не был главой, он кандидатом, и он пиарился. Вот, смотрите, вот такие кучки, вот, смотрите, снег, кучки. Вот кучка снега, вот, смотрите, вот это все, это скоро вот растаяло немножко, да, пошли потепления, и потом сейчас опять пошли заморозки. Сейчас опять будет солнышко, вот, еще два дня мороза, потом опять начинается у нас потепление, вот, смотрите, вот, это нормально, вот, смотрите, вот здесь живут люди, вот кучки, вот кучки. И это, здесь будет лужа, здесь будет вообще невозможно было ходить. Мужчина, можно вас на секундочку? Вы на выборы ходили? Нет. А почему не ходил? Ты тут живешь? Да, на работе был, честно. Ну и что, ты время не нашел голосовать? Нет. Тебе устраивает вот это кучки? А почему тогда не пошел на выборы? У нас работа такая, что... Как работа? Выборы-то шли? Три дня? Ну. И за три дня время не нашел? Шесть дней я на работе был, я только сегодня освободил. Ну ты поддержал кандидата от Един России, Лусенко? Ты поддерживал его? Да. Ну тогда ходи, сапоги купи. Вот так, вот такой народ, правильно говорят. Каждый народ заслуживает своего правителя, Каждый народ имеет то, что имеет. Вот, вот смотрите, дом не видно. Как люди здесь ходят? Вот давайте пройдем дальше. Вот еще. Просто лишь, они, многие видят меня с камерой, прячутся, подглядывают, потом прячутся. Поэтому, вот еще кучка. Вот невозможно ходить даже. Вот скоро, скоро растает, и будет здесь такое болото. Вообще невозможно было ходить. Вот так, только, это только, вот второй двор, да? Вот первый двор туда заехал. Там тоже штук пять, это кучки. И здесь столько же кучки. Вот, я еле-еле хожу, сейчас гололед, на улице минус пять. Вот, до конца недели обещали заморозки. А со следующей недели идет потепление. Вот еще одна женщина идет, сейчас у нее спросим, за кого она голосовала. Так, можно вас спросить? Здравствуйте. Ответите на вопрос? Попробуем. Вы на выборы ходили? Я? Да. Ходила. Голосовала за Лусаньку? Нет. Нет? Вас устраивает вот это все? Подождите, я вас спрашиваю. Вас это все устраивает? Я разговариваю, послушайте. Ну, могли бы, вот так, людям, 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 мне когда комментировать, всем по телефону, вот так. Это город Лентор, еще раз повторяюсь, где 40 тысяч населения, вот, вот такие дома, люди, людей встраивают, видимо, в таких домах жить. Вот, что делать? Ладно, с вами был я, я просто случайно оказался тут, в Ленторе, я сам-то живу в Сургуте, и решил посмотреть, что же три дня назад, за кого же, за что же люди голосовали. Вот так. А те 84%, которые не ходили на выборы, это, может, они не видели своего кандидата, может, они в знак протеста. Не ходили, не могу сказать, но, ну, неправильная позиция. Выборы, нету низкого порога, у нас выборы состоятся в любом случае, хоть три человека придут, проголосует, Лусенко со своим, со своим ребенком, там, женой, и все. Выборы будут считаться состоявшимися. Поэтому низкого порога нету. То, что они орут со всех утюгов, там, чайников, что 74% набрал, 74%, ребята, это от явки. Не от общего количества избирателей, а от явки. Пять человек пришли, допустим, трое голосовали за, двое против. Вот три из пяти, это 75%, если считать. А от общего количества избирателей он набрал где-то в районе около 10%. 10% населения, можно сказать, опять же, это все бюджетники в каждом муниципалитете, 10-12% населения это бюджетники. Вот они активно участвовали и голосовали за своего кандидата от Единой России. Так что, надо ходить на выборы, делать свой выбор, дать свою оценку. Выборы – это оценка. Спасибо, с вами был я, Вадим Авдархманов, коммунист, главный коммунист. Хмай, ухры.